друзья привет с чистым четвергом вас всех сегодня многие убираются моют окна полы убираются в квартире в домах а я сегодня плиту друзья я буквально буквально сквам на минуточку посмотрите какая красота у меня получается здесь у меня и импровизированный столик пью здесь кофеек усовершенствовала я себе рабочее место вот здесь вот вы видите лёшек прикрутил мне эту петлю вот этот крючочек у меня был давно я этим крючочком когда жила в москве очень хорошо пользовалась вешала сумки на поручни когда ехала в метро если тяжелая сумка чтоб не ставить на грязный пол я вот им пользовалась и вот он мне пригодился даже не знаю откуда он у меня взялся вот в общем друзья я под впечатлением посмотрите какая аккуратненько я думаю что для первого моего подвесного кресла и поскольку я еще не совсем хорошо владею техникой макроме я думаю что очень очень аккуратно получается вот так вот я вплела вот этот колушь этот колушь потом будет цепляться карабин и специальное устройство лёшек присмотрел правда дорогущая тысяча почти 800 рублей на озоне это такая платформа которая будет цепляться на крышу в нашей беседке и кресло будет вертеться вот можно и так качаться и вертеться в общем как угодно а вот значит что хочу сказать я повторюсь что усовершенствовала рабочее место друзья я не стою я сижу здесь на стульчике вообще на стульчике я сижу когда уже стала плести вот эти вот стропы до стропа называется до стропы которые вот уже после круга пошли а вот это вот все все вот эти я сплела сидя на диване теперь у меня мой рабочий кабинет переместился вот сюда я сидела на диване вот эта этажерочка мне помогала вот сюда вешала этот крючок и очень удобно мне было все здесь плести то есть спина опиралась на спинку дивана и я не стою ноги не устают спина не устает и в общем часть вот эту часть вот эту петлю вот эти стропы я сплела сидя но потом когда уже прикрепилась нужно было крепить вот этот верхний круг я приклею уже вот здесь вот все это дело прикрепила и еще что я делаю друзья это уже просто я вот от оплела вот видите сколько сантиметров вниз уже я сидя достаю но еще вам сейчас покажу один лайфхак у меня есть вот такой кожаный ремень этому ремню сто лет в обед и когда вот эти стробы я только начинала плести чтобы мне не стоя это делать я подвешивала вот сюда вставляла ремень вот в эту петлю и регулировала вот здесь вот вот этими дырочками на ремне то есть вы поняли ремень висел на крючке ремень вдевался в петлю кресла и она опускалась вот по мере того как вот эти стропы выплетались естественно я потом до одного уровня вот дошла и ремень убрала это я для тех кто заинтересуется моим новым новым видом творчества а я знаю что такие будут самое главное друзья желание и самое главное ваша усидчивость и вера в то что у вас обязательно все получится тем более с таким материалом друзья я не то что это реклама я просто в восторге от этого материала я не знаю почему все кричат что надо покупать гамаковый шнур и что только он в общем кресла растягиваются и только он должен участвовать в плетении вот таких кресел макраме я развею сейчас этот миф во-первых посмотрите как хорошо ложится вот этот узел называется спиральный узел но у меня он называется узел днк согласитесь но очень похож это это спираль похожа на спираль днк но вообще конечно правильно это спиральный узел он вяжется очень очень просто это первые азы макраме здесь ничего сложного абсолютно нет так вот друзья если с умом подойти к данной продукции продукция кстати от я оставлю и в этом видео ссылочку на эту прекрасную продукцию это пряжа вернее вязаный шнур для макраме от на площадке вальберис магазин называется нить добра это наше ивановское производство которое работает в нашем славном городе иваново и организовал это магазин т-декор для тех кто присоединился недавно покажу я вам эти бобинки вот они пришли на это моё кресло вот так вот выглядит эта пряжа и она без сердечника друзья она без сердечника это чистый хлопок есть еще такая же пряжа у них с содержанием шерсти но это чистый хлопок вот у меня здесь я надеюсь что мне хватит на кресло вот не хватит значит да закажу но кресло быть там есть просто неимоверные красивейшие цвета обязательно зайдите на эту площадку и просто прикиньте себестоимость вот если купить вот эту пряжу и если купить гамаковый шнур вы будете очень удивлены что ну во первых качество друзья на высоте и еще и ну сам процесс плетения и вес и как ложатся петли это вообще другое я не вязала из вот этого гамакового шнура дорогущего сейчас он очень дорого стоит но я вижу мастер-классы я вижу как этот шнур плетется с какими усилиями с сколько ну вот как выглядит стропа но это на мой взгляд немножечко грубовато как вообще девочки затягивают эти узлы с каким усилием и сколько труда я имею ввиду энергии человеческой нужно чтобы справиться с этим гамаковым шнуром как я решила проблему и я уверена на 200 процентов что мое кресло или качель не растянется вот этот шнур которым я оплетаю вот эти стропы так скажем несущие это джут почему от жуйте тоже никто не вспоминает вот рекламируют либо гамаковый шнур либо полиэфирные шнуры с сердечником почему никто не говорит про джут 100 метров стоит 700 рублей мне этих 100 метров хватит как раз на несущие вот эти стропы из джута они не тянутся у меня к сожалению сейчас нет ну свободной руки я держу камеру вот но поверьте вот это не джут вообще не тянется от слова совсем это витая то есть тут две вы понимаете несколько нити которые по спирали скручены между собой здесь нет естественно никакого сердечника во первых это экологическая тоже экологический материал и это не тянется и вот именно на этих стропах которые не тянутся вот это все так скажем это все декор вот этот шнур от нити добра а вот самая основная несущая деталь которая очень важна в этом кресле это конечно вот этот джут и поэтому друзья я уверена что моё кресло вообще не растянется я вижу по мастер-классу забыла как называется канал по моему польская блогер есть мастер-класс вообще бесплатный я его скачала я как-то вам уже о нем говорила показывала эти видео но не помню канал как называется заплата заплатка по моему как то так вот вижу по этому мастер-классу ну конечно же будут и мои отступления потому что там девушка плетет но у нее весь вот этот шнур кстати у ну у нее тоже без сердечника но витой вот такой же как джут но только мягкий хлопковый шнур вот у меня немножко будет отличаться спинка этого кресла но тоже будет поверьте ничем не хуже ой друзья я я просто вы знаете посмотрите даже вот видно вот здесь вот как бы этот джут но согласитесь это красиво будет смотреться если еще как-то придумать вклинить в этот узор еще и узор из джута это просто будет бомбическое кресло я уже в этом уверена алешек уже купил билеты на конец апреля я говорю лёш сдавай билеты давай вези мне вот этот второй круг сидение в этом кресле уже мне хочется пошить мягкую подстилку к к этому креслу или как сказать подушку вот уже нужно будет скоро соединять это все я думаю я сегодня все стропы вот эти вот а плиту вот и уже нужно будет плести вплетать вот это основание большой 110 сантиметров в диаметре я покупала вот такой металлический круг ответный на авито 2 800 с доставкой так бы было две триста за два круга один диаметр у меня 40 сантиметров вот этот и 110 нижние просто шикарнейшее кресло будет что хочу сказать вот как бы на этом кресле я отрезала нити по 17 метров но мне не хватило чтобы по мастер-классу там вот эта стропа 110 сантиметров мне не хватило единой нити вот этих 17 метров мне не хватило чтобы связать вот эту стропу 110 сантиметров но друзья ничего сложного нет я просто нарастила не пришивала друзья а ввязала недостающие мне сантиметры еще четыре метра отрезала и вот здесь сейчас если найду где этот переход вот он вот вы видите вот такая маленькая загулом к как это по-украински говорят вот видите она вот такая вот это вот здесь место соединения дополнительной нити и вот столько мне ну сантиметров 20 мне не хватило в следующий раз если я буду вязать еще такое кресло я уже подумываю если у меня все получится если это кресло пройдет тест и да так скажем тест драйв я планирую вообще вязать эти кресло на заказ уж очень захватывает процесс друзья прям ну очень нравится конечно же потом вам расскажу о расходе пряжи расскажу сколько она весит ну вот сейчас у меня ушло два моточка по 100 метров два или два с половиной но здесь еще очень много элементов всяких красивых будет вот так что надеюсь я что такое кузьма нет туда туда не пойдем туда не пойдем ты сейчас туда выйдешь начнешь не там безобразничать так что посмотрите как ложится этот шнур не надо дергать эти стропы но вот только в самом самом начале дальше они вот просто мертвы не надо их подтягивать это натуральный компонент хлопок в общем красота немножко вас отвлеку от темы кресла посмотрите на нашу семейную пару у маруськи уже начал затягиваться пушок там вот под шерсток вырастает все затягивается вот так вот это мадам здесь спит вместе с монкой здесь вот кузьма что-то мечется а вот шпулиндра шпулиндра любит спать вот здесь вот в тазике я уже ей туда постелила в общем у них здесь сонное царство еще я вам не показывала свою рассаду перчик у меня в этом году очень красивый хороший такой же как и в том году а вот помидорчики хочу сказать не очень вот здесь вот помидоры это не стала выбрасывать пусть растут ничего с ними не будет может быть потом где-то и их посажу вот такие ой запах то тронула вот такие помидорчики подкармливаю я их конским навозом и этой янтарной кислотой сегодня подкормила а вот эти вот вообще какие-то задохлики вот видите вот это какие-то какая-то принцесса вот это все розовые здесь послен у меня вот я посадила буду тоже варить варенье послен хороший ну в общем не совсем уж такие конечно плохие но что-то да вырастет вчера приходила дочечка мы достали картошку не знала я что картошку нужно доставать за 40 дней до посадки может быть уже я опоздала это вот мариночками сам не подсказала в общем 5 ведер достала с дочкой вчера она мне помогала я там в погребе накладывала она принимала наверху в общем здесь вот 5 ведер картошечки вот еще здесь ящичек в общем эта комната с камином превратилась у нас здесь в хозяйственную постройку но ничего потом здесь конечно же все повымываю все будет красиво и хорошо ну а пока вот так здесь у нас огородно-тепличные дела вот этот кстати перчик это вот из магнита лёшек покупал свежий перчик и я семена посадила в том году у меня вырос этот перец толстостенный хороший но поздно я это сделала было немного перца в этом году думаю что будет получше в общем в этом году перца у меня много и я больше делаю ставку на перец уже очень понравился перец запеченный в духовке теперь немножко покажу вам все таки я переставила как вы видите два палета какая же пухнастая земля была под этими палетами вот что значит укрыть землю убрать свет погибли все сорняки ну вот вы видите вот здесь прям очень хорошая рыхлая земля сложила я эти полтора палета на те в общем было шесть палетов стало четыре все здесь привела в порядок вы конечно не видите но я уже вижу в сходит травка эти сидираты там фацелия горчица ячмень и и овес смесь я брала вот здесь чисто фацелия будет а вот там смесь сидиратов и она уже всходит даже без дождика в общем сходит растет там моя ивка он огороженная все ближе не могу в общем все хорошо ну вот друзья на этой ноте я буду заканчивать сегодняшнее видео продолжу свое вязание немножечко отвлеклась поболтала с вами я вас всех обнимаю всех люблю и до новых встреч с вами была елена ситникова пока пока